Говорим мы по гордах, об их взятии. Должен сразу сказать о том, что предпосылки для хороших, полнозвучных аккордов является полная свобода не только в руках, но также и в корпусе. Прежде всего, посадка то, на что я обращаю внимание в первую очередь. Посадка должна быть соблюдена таким образом, чтобы предплечье имело небольшой наклон клавиатуре. Если мы будем говорить о мысленном ручейке, который скатывается от плеча прямо кончиком пальцев, он должен идти беспрепятственно, это понятно. Если у меня при посадке предплечье, ну я имею в виду, часто это называется локтем, предплечье, да? Если предплечье немножечко поднято, то этот мысленный ручеек или направление силы, оно оказывается вот здесь. Понятно, да? И таким образом вот это место, кисть, предплечье и рука становится безопорными. И говорить в этой ситуации о полнозвучных громких окотах, сочных, уже бесполезно. Потому что масса, которая у нас идет отсюда, она должна ощущаться, я имею в виду масса руки, также направление всего корпуса, ощущаться в кончиках пальцев, вот здесь вот. Смотрите, я беру аккорд. Сам корпус у меня как бы так же направлен в сторону клавиатуры. Вот эти рессоры, о которых я говорил в предыдущих видео о взятии баса, вот они, рессоры в пальцах, вот я управляю вот этими рессорами, понимаете? Вот я встал на них, вот как кошка встает. Очень хорошее сравнение, когда берешь аккорды, словно ты замешиваешь тесто. Что при этом происходит? Сейчас показываю близко. Привзять аккорды. Работают пальцы, естественно, работает у меня кисть, у меня работает предплечье. Так, если видно, ага, плечо работает подвижно. И корпус. Понятно, да? Теперь дальше. При извлечении аккордов. Показываю очень медленно, словно при замедленной съемке. Что происходит? Я не могу аккорд взять прямо из клавиш, иначе у меня получится тычок. Я должен обязательно дать какой-то посыл для того, чтобы наполнить этот аккорд весом. То есть я должен как бы вздохнуть и приподнять руку над клавиатурой. Но рука при этом, точно так же, как и кистья пальцев, остаются абсолютно свободными. Никакого нет ни зажатия, ни запрещения, нет ничего. И в момент взятия аккордов я в воздухе собираю позицию аккорда, то есть тех нот. Я собираю позицию в правой и в левой руке. Рука у меня собранная, и я начинаю извлекать аккорд. Теперь в этот момент опускаю немножко руки, и тут же идет освобождение. Мне нет смысла держать напряженную руку после взятия аккорда, потому что на звук, на продолжение звука я уже никак не повлияю. То есть звук я изменить не могу. Следовательно, имеет смысл сразу освободить руки. Еще раз. Я сейчас специально в момент постараюсь подчеркнуть, чтобы было видно, как я освобождаю руки после взятия аккорда. Буквально в следующую долю секунды. Смотрите, еще раз. Вот. Я не оставил руки напряженными вот так вот. Вот, собственно, откуда идет зажатость. Сразу же я их беру. Все. Руки свободны. И они продолжают свое умышленное движение как бы вниз клавиатуры. Это понятно, да? Ну и для того, чтобы аккорд был наполнен, чтобы он был без стука, он идет таким же проглаживающим приемом, как вот я брал басы. Как еще? Что важно при аккордах? При аккордах важно выстроенность по вертикали, чтобы они были и имели форму дуги. То есть наглом в каждой руке в сторону мизинца, в сторону мелодии в правой руке и в сторону баса в левой. Получается вот такое как бы. Понятно, да? Чтобы было слышно мелодия, бас и... Я опираюсь и тут же освобождаю руки. Теперь существуют еще аккорды, которые, ну я уже говорил, на клавиатуре. То есть вот эти репетиционные аккорды, треволирующие, они не должны играться вот таким образом. Все это делается ленивой рукой. Ленивый имеется в виду как бы. Абсолютно свободный, естественно. Рукав все свободный. И пальцы от самих клавиш, они не отходят. То есть они остаются прямо на клавишах. И мы в данный момент используем вот этот принцип двойной репетиции. То есть мы можем регулировать аккорды взятия за счет кисти. То есть мне уже не нужно освобождать руку от клавиш. Я могу прямо находиться на клавиатуре. А педаль, она свое дело сделает. Она сделает увеличение звучности. Если это будет играть без педали, то это будет примерно выглядеть так. Теперь взятие аккорда в кончике пальцев. То, что я вам показывал уже на примере Равели или, допустим, на примере Ди-Би-Си. То есть мне уже можно даже не использовать массу всей руки, плечо, корпус. Мне достаточно, допустим, владеть, опять же, свободной только кистью. И вот такие вот проглаживающие движения. И опять же, после аккорда рука абсолютно освобождается. Ди-Би-Си тоже. Тоже самое, да? Теперь те самые аккорды, которые… Ну, я их называл колокольными. Тут желательно, конечно, создать иллюзию. Одну секундочку. Ну, я их называю. Ну, я их называю. Продолжение следует...